Добрый вечер, уважаемые любители киберспорта, с вами студия операторов ТО и внезапно не Ваня. Последний поединок сегодняшнего вечера пройдет у нас на карте Гардер и освещает его для вас буду я, Берн Флейм. Вы могли слышать меня на Спаси Голдах, Убей Админах и прочих интереснейших мероприятиях. Ну а сегодня мы посмотрим на увлекательнейшее противостояние в формате ТОВ Соло Молот. Встречается у нас легендарный игрок, глава клана Вавилон, победитель ТОВ Соло Классик и вообще-вообще очень-очень классный игрок это Фейс. И его соперник, новичок, которому предстоит проявить себя в этом матче, Офицерия Н, я здесь честно не знаю как правильно читается его ник, но в кланах он пока что не засветился. Возможно как раз таки после ТОВ Соло и пойдут какие-нибудь предложения. Ну а что ж, непонятно чего ждать нам от этого игрока и в целом от этого противостояния, или же легкой победы Фейса, или действительно интересного поединка, поживем увидим. Ну а карта Гардер, 30 секунд до начала боя. Будем смотреть кто лучше отконтролил дроп и кто лучше проявит себя именно на данной пушке. Я напоминаю вам, что для самых терпеливых из нас в конце сегодняшней трансляции будут много-много халявы. А именно, за каждые 50 человек, просмотревших эту трансляцию, будет разыгран голд, а также в случае, если голосование в нашей группе ВВК окажется правдивой, а я напомню, что большинство проголосовал за победу Фейса, мы разыграем 5000 кристаллов. И какой-то человек уйдет сегодня спать счастливым. Но у нас матч начинается, обоюдно подрубленные дашки, первые стычки на центре. Урон по офицере не проходит, в то время как Фейс уже получает две плюшки издалека. И что ж, пока что это слишком малая часть урона, которая могла бы как-то существенно повлиять на исход микропротивостояния. Нужно оба игрока, скорее всего, разрядили уже свой баллон, потому что в противном случае это будет как-то нелепо выглядеть. И что ж, генерал, к сожалению, не буду я назвать его панику, потому что боюсь ошибиться. Генерал у нас вынужден использовать первую аптеку, а Фейс не успевает ответить тем же и из-за такой досадной ошибки теряет. Он первый флаг, и теперь генерал у нас первый на дропе. Сейчас Фейсу нужно подрубать дашку, да? Отлично, нитров с пола ему способствует, и он первый на аптечке. И сейчас, кто же законтролит вторую аптеку? Успеет ли генерал? Нет, Фейс успевает. И дела очень плохи у нас у игрока синей команды, потому что Фейс сейчас также будет отконтроливать ддшку и показывает, что первый пропущенный флаг это лишь нелепая случайность. Счет в любом случае уже будет сравнен, а офицерия никак не успевает помешать Фейсу в доставке. И да, делает он все правильно, решает отконтролить дробь, чтобы не оказаться в проигрышной перед своим оппонентом ситуации. И так, генерал два молота к ряду выдает своему оппоненту. Вынуждает он Фейса проюзать аптеку, хотя тот мог не спешить и подождать чуть-чуть, пока у своего оппонента от кулдаунится баллон и мина! Слушайте, минка-то срабатывает у нас от синего игрока. И это уже заявка на второй флаг, довольно бодренько начинает генерал. Я, если честно, не ожидал этого от него. Куда? 2-1 и... И вырывается вперед у нас игрок синей команды. Ну что ж, возможно, это, конечно, мульт какого-то известного игрока, о котором я просто не в курсе. Возможно, он с нами поделится этим секретом. А быть может, это просто очередное открытие этого лета и потрясающий игрок на молоте. Вот смотрите, он сейчас выдает тычку Фейса и спускает весь свой баллон, чтобы обновить его приочной непосредственно встрече. Итак, борьба на подъемчике. Кто же будет более терпеливым? Генерал у нас решает отступить, в то время как Фейс переходит в активное наступление. И смотрите, у синего игрока нету ДАшки, точнее, только что подрубленная. У него есть собственная аптека, в то время как у Фейса была полная расходка. Теперь же все наоборот. У Фейса должна быть аптека, да, он ее использует, но опять, опять слишком поздно. И генерал-то сливает его до действия аптеки, и счет уже становится 3-1. Видимо, у Фейса было слишком мало практики в формате то в соло-молот, поскольку второй раз к ряду он уже абсолютно нелепающим образом использует свой первый припас. Как следствие чего он упускает два флага и уже... Отрыв два флага это существенно, и вот смотрите, Фейс сейчас отдает приоритет доставки флага оппонента, нежели контролю аптечек, которые только-только выпали, и сейчас генерал может уйти в выгодный для него в размен. Просто на хп вынести своего оппонента, да, пытается он прострелить Фейс, провоцируя буквально того на какие-то ответные действия офицеры. Прекрасно понимает, что у него есть аптечка на полу, в то время как Фейс этим же похвастаться не может, да, и делает генерал выбор в пользу контроля этого самого дропа и смещения на флаг оппонента. Должен он знать, что дроп у него сгорит позже, позже, чем у Фейса, вследствие чего можно смело переходить в наступление, если бы, конечно, не заранее поставленная Фейса мина, прекрасный-прекрасный плейсмент пятого расходника специально поставил, ожидая, что его оппонент будет контроль ддшку, поставил он минку именно в зону выпадения дропа. Довольно распространенный прием у нас в соло игроков, да и, в принципе, кланового харда тоже очень часто встречается. Ну вот, Фейсере не предвидел, предвидел такой исход событий. И сейчас Фейс уже переходит в наступление, у обоих игроков должна быть аптека. Одновременный кулдаун ддшки и ддшки с одной и другой стороны, но Фейс выходит из этой микродуэли победителем, видимо, все-таки поторопился. Я с выводом, я аптеки у Фейсере... Хотя была же у него аптека, он же контролил аптечки на центре. Ну что ж, возможно, возможно, опять-таки не успел. И вот теперь Фейс на фуле переходит в активное наступление на своего оппонента. К слову, Фейсере, ты выдает первый дамаг и уходит от двух подряд точных выстрелов Фейса. Вынужденный капитан команды Вавилона у нас разряжать свой баллон. Первый выстрел, конечно же, прошел, но прошел не в полный дамаг. Так, там половинка картечи ушла в стенку, в следствии чего Фейсере получил крайне мало дамага для выстрелов с ддшки. И вот теперь в сравнительно равных положениях находятся игроки. Фейс, конечно же, немножечко проигрывает по ХП, а Фейсере, Фейсере подрубают, а оставшиеся дропы уже переходят в наступление. Вынужден глава Вавилона использовать ремкомплект, и теперь Фейсере на флагштоке своего оппонента просто вынуждает Оного отступить на базу. Он не ловит, к слову, мид на центре, предвидел он такой исход, и теперь нужно отконтролить аптеку. Фейс, Фейс будет на ремкомплекте первой, к сожалению, для игрока синей команды. Хотя бы вторую аптечку нужно ему отконтролить. Главное, чтобы не было сейчас ддшки у Фейса. Нет, не рискует у нас Фейсере. Фейсере дожидается, собственно, выпадение аптеки, предварительно провязав, собственно, знает он, что Фейс буквально на 0 хп и убивает. Убивает своего оппонента, разряжает свой баллон двумя выстрелами в воздух и будет доставлять четвертый флаг. К слову, Фейс-то сравнял, это важно, но Фейсере в очередной раз выходит вперед. Фейс у нас пока что сенсационно, я бы сказал, находится всю игру в роли догоняющего. Никто не ожидал, безусловно, такой прыти от неизвестного нам ноунейма генерала. Ну а Фейс теперь отыгрывает от аптеки. Фейсере, безусловно, не спешит прыгать вниз ему, это и незачем будет он контролить дроп на базе своего оппонента в надежде на то, что минки там предварительно не были установлены. Итак, очередная нитрат контроля на дэшку, он же решил не контролить, видимо, кулдаун еще не скоро будет на второй расходник у нашего игрока синей команды. И опять, очный поединок в центре карты, у обоих игроков есть аптеки, ноу-фейс, а кулдаун на дэшку, и сейчас Фейсере нужно было переходить в активное наступление, ведь ремкомплект-то явно у него должен быть. А вот и мина. Ну вот, и еще одна мина, да что ж ты делаешь, дружище, ты ж знал, что там мина стояла, я правда не в курсе, а какой именно мини был осведомлен у нас Фейсере, но в любом случае это очень грубейшая ошибка, изначально он не перешел в наступление. И теперь просто поплатился он доставкой флага от Фейса, который, к слову, сравнял в очередной раз. Счет в раунде, но ничего нет там, мина! Везет, везет у нас игроку синей команды. К сожалению, для главы Вавилона Минка не находит своего адресата. И Фейс, Фейс сориентируется с флагом своего оппонента на собственную базу. Офицер уже хочет, хочет очных противостояний, идет вперед, просто ничто не останавливает данного игрока. Да, у него есть аптека, но главное сейчас не получить шальную картечь. А возможно, возможно, там можно сблифовать на хп и выйти. И выйти... Да, аптечка все-таки съедается. Нужно было выйти на половой дробь, на мой взгляд. Хотя я не силен, знаете ли, в соло-дуэлях. Возможно, офицеры просто не видел падающей с неба аптечки. А возможно, какой-то другой фактор заставил его пойти именно на оппонента, а не на аптеку. Но вот Фейс, Фейс выходит победителем из этого противостояния еще через аптеку. Нужно увозить через аптеку, Фейс. А нет, нет, через аптеку увозить не нужно, потому что там, безусловно, респ-фицеры. Хотя, хотя вот у Фейса был собственный ремкомплект, можно было, наверное, как-то от хп отыграть. Но ребятам, безусловно, виднее. И, к слову говоря, Фейс, это впервые за сегодняшний вечер, выходит вперед. По счету у нас Е5-4, генерал уже в роли догоняющих. Ему нужно что-то срочно придумать, потому что в противном случае раунд будет отдан. Фейс выйдет 1-0. Очень-очень не хотелось бы после столь удачного начала. Я напомню, что офицеры у нас выигрывал с преимуществом в два флага у Фейса. Я думаю, все, кто поставили на Фейс сейчас немножечко понервничали. Но видим мы, что капитан Вавилон собрал себя в руки. Точнее, взял себя в руки. Смог собраться и действительно отыграть преимущество и даже выйти вперед. К слову, офицеры у нас словил минку на собственном флагштоке. И сейчас знает он, что ему нечего терять. Ему нужно переходить в наступление. Да, ждет он до последнего буквально. И не ест в ремкомплект. Главное не словить мину. Ну что же ты делаешь? Ловя эту мину, офицеры просто перечеркивают свои результаты на протяжении этого раунда. И становится абсолютно ясно, что счет 6-4 никак не изменится. Ну разве что плюс-минус один флаг в одну или в другую сторону. Но в любом случае победитель этого раунда уже предрешен. Поздравляем с фейсом. Смог он реабилитироваться после неудачного начала. Но офицере нужно подсобраться. Все-таки слишком много мин словил данный игрок в этом раунде. Очень часто именно пятый расходник у нас решал микроэпизод. В следствии чего фейс смог доставлять один или иной флажок. Ну что ж, ну что ж. В любом случае, в любом случае избиения у нас не произошло. А это значит, что более-менее равные соперники столкнулись у нас сегодняшним вечером. И безусловно, это только придаст пикантности сегодняшнему противостоянию. Но я напомню, что в нашей группе в окнаточном оператор с нижнее подчеркивание ТО проходит голосование, где именно вы можете предсказать победителя. И в случае верного предсказания мы разыграем для вас 5000 кристаллов. Я напоминаю, что с преимуществом в 60%, а именно 82 к 17 у нас выиграл фейс в сегодняшнем голосовании. Так что если Капитан Вавилонов сегодня победит, то 5000 кристаллов уйдут в зрительский зал. Кроме того, в нашей группе ВКонтакте выкладываются записи всех стримов. То есть, если вы там что-то пропустили, что-то хотите посмотреть, досмотреть, еще что-то неважное, смело подписывайтесь. Анонсы грядущих стримов, собственно розыгрыши, все самое интересное в группе ВК. А, ну и конечно же там выходят выпуски новостей от шоу Этернити. Очень тоже интересный формат. Ребята рассказывают о произошедших в киберспорте новостях за неделю. Так что если вам лень следить за всем этим по разным топикам форума и смотреть все трансляции, можете просто раз в неделю по субботам глядеть выпуск новостей, где все в доступной форме рассказывается и быть в курсе нашего киберспорта. Ну а у нас 10 секунд до начала второго раунда этого увлекательного противостояния. Наделите в очередной раз первый фейс. Итак, раунд начинается. Фейс, подрубая дашка, фицеры отвечают тем же. И первая стычка в правом углу красной базы. Кто был первый на молоте? Первый на молоте, судя по всему, был в фицере. Он избил один выстрел в фейс, но в итоге равный размер у нас получился. Потому что, видимо... Ну, кстати, каюсь, каюсь, проглядел. Но, с другой стороны, я не проглядел то, что фицеры не словил мин. Вовремя он заметил этот расходник оппонента. И сейчас фейс. А фейс, видимо, отконтроливать эту аптечку. Знал он, что именно сейчас выпадет этот зелененький, заветная зелененькая коробочка. И, собственно, да, первый он на аптечке. И у фицеры огромнейшие проблемы. Потому что родная аптечка также присутствует у фейс. И он должен сейчас сливать своего оппонента и ставить первый флаг в этом противостоянии. Главное сейчас подставить флаг и... А, ну, собственно, он ничего не сможет сделать, потому что у фицеры довольно добренький респ. Игрок красной команды у нас сейчас будет кушать ДДАшку. Да, забирать ДДАшку. К слову, рано он скушал ДДАшку. Видимо, какие-то нервы все-таки присутствуют у нас в этом противостоянии. И что же ты делаешь? Что же ты делаешь, мой красный товарищ? А, это был блеф, слушайте. Видимо, это был или тонкий расчет. Или же просто-просто невероятное везение. Да, конечно, заранее поставленная мина, фицеры знал, что она сработает. Но как же он развел фейс? На секундочку, мне буквально показалось, что фейс переиграл ментально своего оппонента. И сейчас возьмет этот упавший ремкомплект. Но не тут-то было. Фицеры-то огрызается. Просто из-под носа уводит он заветную аптечку у своего оппонента. Ну а теперь кулдауны на дроп. Обоюдные. А, к слову, нет, 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 у фейса имеется все, все, что нужно у фейса в наличии, а именно ДАДД, не намерен. Он явно отступать, поскольку под дроп он лидирует, к слову, фицеры отыгрывает на аптечке. Грамотно съедает минку и сейчас главное не съесть. Повезло, повезло у нас красному игроку. Повезло у нас красному игроку. Успевает он вовремя заметить минку оппонента на полу. В следствии чего он, собственно, ее не словил. Я извиняюсь за небольшую техническую паузу. Были у меня проблемы с микрофоном. Но они уже решены. Фицеры на фуле переходят в активное наступление. У фейса же есть аптечка. А у фицеры, видимо, ее нету. И вынужден он отступить. И помнит, помнит. Игрок у нас в красной команде Аминке. В равном сейчас ситуации. И фейс, и фицеры оба являются счастливыми обладателями ДД и Нитры. Итак, не спешит ни один, ни второй игрок пока что выдвигаться. У фейса есть небольшие проблемы по хп. А именно пол выстрела где-то он успел словить. И фицеры знают... Вот знает он сейчас, что аптека у него сзади? Или не знает? Неужели фейс опять просто разведет на элементарном контроле дропа в 2 минуты своего оппонента? Ну, камон. Второй раз попадаться на эту же уловку... Дружище, фицеры, ты должен был законтролить, что аптечка падает. Я напоминаю нашим зрителям, что дроп у нас на полу. Сыпется каждые 2-2,20 минут. И сейчас фейс просто взял правую для красных аптеку. Сейчас возьмет... Что происходит вообще на этой карте? Фейс должен был отыгрывать и от второй аптеки, просто ориентировавшись назад. Фицеры в результате забирают этот ремкомплект. И, видимо, не знают фейс о состоянии хп своего оппонента. А нет, все, он прекрасно знает. Именно поэтому выдвигается на флагшток своего соперника. И да, должен он на хп отыгрывать. И, судя по всему, это будет 2-0. Потому что возврат флага у нас уже состоялся. Фейс на фуле выдвигается на доставку. И фицере сейчас нужно подрубать ддшку. К сожалению, сделал... А, нет, слушайте, успевает он отыграть на этой ддшке. Казалось, казалось, что первый выстрел прошел без двойного урона. Но на этот раз... А на этот раз фейсу нужно подрубить ддшку. А, нет, у фицеры же... Цережи аптека. Но, в принципе, если была небольшая вероятность того, что он ваншотниц. Тем количеством хп, которые были у фицеры, была вероятность ваншота. Небольшая, небольшая, но вероятность ваншота все-таки была. Поэтому я бы на месте фейса, конечно же, рисковал. Но я бы на месте фейса не прошел так далеко в то в соло молоте. Так что не могу я его осуждать. Но, хотя нет, стоп, я же комментатор, камон. Комментаторы всегда могут все осуждать. И вот, к слову, обратный прием постановки мины видим мы сейчас. На этот раз фицере, вдохновившись, так сказать, своим оппонентом, поставил минку на точку выпадения ддшечки на базе фейса. И, собственно, это... Нет, на своей базе. И, собственно, это сработало. В очередной раз у нас размен. И 1-1. Безусловно, не такая динамичная игра по флагам у нас наблюдается в этом раунде. Видимо, фейс понял, что перед ним не обычный ноунейм, а все-таки человек со знанием своего дела. И побаивается, побаивается выходить в открытое наступление. Тем более, что офицеры у нас сейчас на полной люстре, в то время как фейс лично не 3DDA и, да, пытается, пытается фейс сбить, но не тут-то было. Фицере, дружище контролить аптеку, ни в коем случае не... Да, да, аптечка отконтрольна. Хотелось бы, конечно, отконтролить и вторую аптеку. Ну вот, лично мне хотелось бы, зная, насколько важен зелененький дроп, в игре 1 на 1 нужно. Ну хотя, фейс никак не смог реализовать тот факт, что фицере не поехал контролить аптеку. Сейчас, как же много дамага проходит по красному танку. Ну что ж, ну что ж, да, как-то я не ожидал, что, мол, способен наносить столь сильное разрешение по своему оппоненту. Итак, у нас очередная стычка. У фейса должна быть, собственно, аптека. Собственно, он и юзает. И сейчас фейс должен был видеть, что ДДшка сгорает и переходить в наступление. Да, так и есть. Встреча на дырке. Фейс ловит мину, не попадает первый раз, но на дропе. Просто на дропе переигрывает своего оппонента. Важно знать, когда нужно переходить в наступление. Буквально сломя голову, не боясь никаких мин, ничего, он знал, что у офицера нет дропа. Всё, значит, мы выдвигаемся. А офицеры, в свою очередь, с респа подрубает ДД. Опять, опять очень рано включенный дроп. Вот, ну нет у тебя надобности сейчас стрелять. Зачем подрубать двойной урон? Он же сыграет с тобой ещё злую шутку. Вот сейчас, конечно, в офицере... Опа. А это сюрприз. У фейси-то есть аптека. У фейси-то есть ДДД. Дашка. У фейси-то есть вообще полный комплект. И сейчас у фейси-то проблемы. И вот так просто отдаёт он этот флаг. Если у него не будет удачного респа, это будет доставка. А респа фицеры максима... Ну ладно, не максимально неудачно. Он вообще зареспится справа для себя. Но неудачный для перехвата респ, скажем так. И сейчас нужно откролить аптеку. Ты же видел, что она падает. Ну, камон, нельзя отдавать её фейсу. А фейс уже видит зелёный расходник. И если он это возьмёт, это будет провал. Да, он берёт этот расходник. Ну что же ты делаешь, мой генерал? Это уже был бы как-то выдвинутся. Зачем брать флаг? Зачем? Ну ладно, ладно. Что ж, в любом случае, что было, того уже не возвратить. Фейс выходит 2-4 в этом раунде. И всё очень-очень плачевно. За 2 минуты до конца ведёт у нас капитан команды Вавилон в два флага. Тем более, офицеры ещё и ловят минку на собственном респе. Угонужден прожать он свою аптеку. И, видимо, второй раунд также уйдёт в копилку главой команды Вавилон. Просто я не вижу никаких аутов для фикси. Ну, откровенно говоря. Как бы мне не хотелось, чтобы сегодняшним вечером произошла сенсация. Фейс отыгрывает на классе. Да, сначала он недооценил своего оппонента. Да, он упустил два флага. Сыграл не самым удачным образом. Но он реабилитировался. И во втором раунде он уже просто показывает, кто тут победитель топ-соло в категории VIP. Офицеры словил на прошлом респе две минки к ряду. И вот сейчас третью он. Ну вот, смотрите. Вроде бы скилловый игрок, да? Грамотно отыграл на аптеке. То есть аптека съедена. Один выстрел впитал. В то время как фейс не впитал этот выстрел. И казалось бы, ну можно отыгрывать сейчас на хп. И тут минка. Тут минка, грамотно поставленная минка. Просто на опыте. Фейс явно ни одну дуэль откатал на гардере. На опыте просто поставил минку. И сейчас действительно у него есть преимущество в три флага. У него осталось 55 секунд до конца раунда. А это значит, что можно просто уйти в своего позицию. И Фицери при всем желании. Даже если он сейчас сольет фейса. А он этого, к слову, не сделает. Не успеет просто физически доставить три флага. Разрыв у нас уже становится в четыре заветных тряпочки. И с уверенностью можно сказать, что фейс заберет свою копилку. Также и второй раунд сегодняшнего противостояния. Если Фицери на что-то рассчитывает и не падал духом после этих двух. Ну, на мой взгляд, провальных раундов при таком удачном начале. Можно было как-то посильнее отыгрывать в завершении. Но все-таки вот в Миттельшпиле и Эншпиле Фейс показывают, что опыт берет свое. 2-7 за 5 секунд до конца раунда. Второй, собственно, раунд для главы Вавилонов. Ну, а Фицери может у нас претендовать лишь только на послематчевые пенальти. Я думаю, я думаю, что в таком случае уже абсолютно точно Фейс у нас выходит победителем. Потому что, ну, как бы мне не хотелось верить в этого юного генерала, который действительно зажег во мне искру какую-то в этом противостоянии. Как бы мне не хотелось в него верить, но, к сожалению, его шансы тают на глазах и убывают. И вот он сейчас не контролит дроп. Это, безусловно, сыграет злую шутку. Ну, дружище, если ты хочешь выигрывать таких игроков, как Фейс, тебе нужно хотя бы знать, когда падают аптеки на карте Гардер. Ведь это, ну, решающий фактор имеет при игре один на один. К сожалению, для офицери, конечно же. К сожалению, для офицери. Обе аптечки, ну, во всяком случае, одну из аптечек контролит у нас Фейс. Значит, он знает, когда отыгрывать от этого зеленого расходника. И, ну, ладно. Это, конечно, непрофессионально, но импонирует. Импонирует мне синий игрок. Хотелось, хотелось... Нет, Фейс, безусловно, тоже очень импонирует. Я всегда уважал этого игрока, он смог создать собственный клан, который пришел действительно к вершине. К слову, сейчас клан Вавилон занимает третью строчку рейтинга. Это при условии... Это при том условии, что изначально Вавилон не имели никакого бонусного запаса очков после МОЦА. То есть, начали они с нуля и сейчас занимают третью строчку. Их обгоняют только Этернити, чисто за счет бонуса за четвертое место. И Арм Пауэр. Ну, Арм Пауэр физически нельзя было обогнать, там, 100 очков рейтинга. А теперь, к слову, вы в курсе, что творится в клановом сегменте. Остался у нас один Блиц. Ну, скорее всего, серия Блицов будет продлена, так что Арм Пауэр еще явно сдвинутся своего чемпионства, если, конечно, армянский коллектив не подсоберется. Но у нас хватит о кланах. Хватит о кланах. Начинается третий раунд сегодняшнего противостояния. Я напоминаю, что освещают для вас сегодняшний бой. Я Бёрн Флейм. И наш оператор Дима 55. Родоначальник, так сказать, студии оператор СТО. И после этого раунда, как и после всех остальных раундах на наших трансляциях, будут для вас приятные розыгрыши, так что никуда не уходите, ребята. Но у нас раунд уже 30 секунд. Как начался, знают оба игрока, что левая синий база аптека выпадет первый. И вот сейчас Фейс должен отыгрывать. Должен отыгрывать первый, да. К слову, нет. Подождите, подождите. Что-то я поторопился с отыгрышем на аптеке. Фейс сейчас должен шотать. У обоих игроков не было баллона. Что же происходит просто на игре корпусом? Опять капитан команды Вавилон выносит своего оппонента, забирает зеленый расходник и доставляет первый в этом раунде флаг. Ну что ж, возможно, Викинг Икст играет некий моральный фактор, и Вавилон просто давит своего соперника. Но офицере нужно подсобраться, конечно же. Да, аптеку справа он отконтролил, но, к сожалению, никакое преимущество по хп ему не удалось этим контролем реализовать. И у нас вновь размен типичный для этой карты. Состояние флага в Фейсере ловит минку, поставленную Фейсом в районе левой для синих аптечки. И что ж, Фейсере потерял уже 70% хп, в то время как Фейс обладает 50%. Итак, буквально по одному выстрелу, по одному два выстрела нужно каждому игроку, но у Фейсере нет ДДшки, нет ДДшки, в то время как Фейс на полной гирлянде, и сейчас капитан команды Вавилон перешел в активное наступление. Не совсем понятно мне выбор Нитры от Фейсере. И, собственно, да, флаг будет возвращен. Фейс на Нитре, да, успеет его поставить, если, конечно, Фейсере не будет добро... А, кстати, сейчас можно подрубить ДДшку и попробовать отыграть. Первый выстрел, нет, доставка флага будет. Второй выстрел, и с третьего он должен отправлять Фейса на респ. Не дать реализовать гирлянду, увы, не получается. Фейсер остается буквально на один выстрел молота, и сейчас будет сейвиться. Сейвиться с флагом своего оппонента. Как-нибудь, да, ждет он пока свой противник. К сожалению, не смог он так грамотно играть. Отыграть как хотелось бы, возможно, чуть раньше следовало отправиться на сейв. Под подъем, я не знаю, как его еще по-другому назвать. Но у нас на этот раз Фейсере на полной расходке. Но в очередной раз не знает он тайминга выпадения аптеки. И капитан команды Вавилон первый на этом самом заветном расходнике. И сейчас он просто на ХП будет отыгрывать и... Что это было? А это был лаг, дамы и господа. Я напоминаю, что лаги по заверению альтернативы являются неотъемлемой частью игры. И с ними нужно мириться. Что ж, Фейс, я думаю, принято так как есть. Конечно, доля негодования должна была проблеснуть. Но, офицеры, что же ты делаешь? Ты опять оставил аптечку, Фейс. Это провал, дамы и господа. Это безусловно провал, потому что Фейс подрубил родную аптеку. Отыграл на ХП. Отыграл на ХП с помощью аптеки с пола, да. На секунду мне показалось, что реализованная Фицерия Мина способна привести синего игрока к заветной доставке флага. Но, к сожалению, и в личном скилле Фейс оказывается первым. Первым он оказывается на выстреле. И вот уже счет становится 4-2. Буквально такая небольшая пропасть. Два флага отделяет Фицерия от победы. В третьем раунде. Как бы эта пропасть не оказалась фатальной. Вот очередная минка. Вторая минка на уфицере поплыл. Дружище, ты должен знать... Ты должен знать стандартные плейсменты мины. Все-таки не первый раз, я надеюсь, ты играешь на этой карте. И что это? Нет, это был общий лаг. Я, конечно, разделяю негодование Фейса. Но, к сожалению, у меня залагало оба игрока. И вот сейчас с респа Фицерия сбивает прицел своему оппоненту. К слову, это мне кажется крайне непонятным фактом, как вообще можно сбить молоту с респа. Ну что ж, в любом случае Фейс должен отыгрывать на хп и выносить своего оппонента на респ. Подрубает он нитру? Да, мое предсказание сбылось в очередной раз. И это будет вновь. Вновь 5-3, вновь комфортных два флага преимущества для капитана команды Вавилон. Красный игрок на этот раз не отконтролировался с выпадающей аптекой. Довольно странно, на мой взгляд. Все-таки из раза в раз именно левый расходник отходил у нас в лапы Фейса. Но видимо на этот раз он или подзабыл, или небольшое такое моральное подавление случилось за счет именно двух доставленных к ряду флагов из-за лага. То есть, это конечно бьет по морали, когда ты рассчитываешь, что ты успеваешь, допустим, подхватить флаг, но тут происходит какой-то лаг, Фейс проходит сквозь танк. И вот уже, если Фейс сейчас пройдет через правый подъем для Фейса, это будет фатальная просто ошибка. Потому что знаю, знаю от оба игрока, что есть аптека и Фейс сейчас на скорости, на скорости отыграет. Как же грамотно играет капитан команды Вавилон. У меня просто нет слов, одни эмоции. Он просчитал, просчитал. Как только Фейсери чуть-чуть продвинулся на его флажок, он сразу же подрубил не тру и вышел вперед. И сейчас вот просто на ХП у Фейса должна быть первая аптека. Ну, как бы в Фейсере вынуждены использовать свой ремкомплект. По надобности, вот сейчас видим, что у Фейса ремкомплект откатился, потому что сразу видно, когда игрок наступает вперед. У Фейсери нету расходки, в то время как у Фейс на полной гирлянде. Да, и это будет 6-3 для Фейса, для красного игрока, для красного победителя, я бы сказал. С уверенностью я могу уже сказать, что Фейсери ничего не светит. В этом раунде, в первом раунде показал этот игрок, что он способен. Он огрызнулся, он показал Фейси, что я не так-то уж просто. Он даже повел два флага у капитана команды Вавилон. Но опыт, опыт и контроль аптечек решает, да, мои господа, на этой карте. А я считаю, что, ну, вынужден я, к сожалению, похоронить офицери. И поэтому незамедлительно начнем мы уже розыгрыш грядущих припасов и даже голдика. Даже голдика. А в любом случае, кодовое слово у нас будет восклицательный знак ТОВ. Сколько голдов разыграем? Два или три? Я сейчас узнаю наших модераторов чата, какой был пиковый онлайн. И, к слову, пять тысяч кристаллов также. Также уйдет зрительский сал. А максимальный онлайн у нас составлял на этой трансляции. Не дошел у нас онлайн до 150, к сожалению. Для наших зрителей недостаточно позвали вы своих друзей, своих близких, знакомых, котов и кошек. Поэтому лишь два голда, но пять тысяч кристаллов будут разыграны между вами. Фейс у нас совершенно точно уже выигрывает со счетом 3-0 по раундам. И Фитцери, Фитцери, безусловно, показал, что он не так уж и плох. Он не так уж и плох на соло-вооружении. Возможно, даже какое-то предложение от одного из топовых или около топовых коллективов последует этому игроку.